Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и Неликой Своего веки веков! Аминь! Веков Аминь! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Господи, каждый день и в нашей жизни мы зачастую обращаемся к Богу, к нашему Создателю, к нашему Творцу, взываем к Нему, обращаемся к Нему с мольбой, с просьбой о помощи, с просьбой о заступлении, чтобы Господь помог нам в нашей жизни и в нашем сердце. И действительно, Господь слышит нас, Он помогает нам, Он к нам обращает Своё величие и Свою помощь. Но зачастую случается так, что Господь невидимым и каким-то малым, еле уловимым образом Сам взывает к человеку. И вот среди пророков, к которым Господь обращался с той помощью, чтобы они были как бы руками Божьими здесь на земле, есть один, память которого, дорогие братья и сестры, мы скоро будем праздновать. 11 сентября – день памяти святого пророка, притечи крестителя Господня Иоанна. Это величайший из всех пророков. Это есть пророк последний Ветхого Завета и одновременно первый пророк Нового Завета. Это человек, который всех более других послужил в этом мире, послужил на созидании того, чтобы Господь пришёл в этот мир, чтобы сердца людей, которым Господь будет обращать свою святую проповедь, они были услышаны им. Жил он в пустыне с младенчества, питался какими-то обыкновенными растениями, ведя строгий подвижнический образ жизни. Это человек, который учеников, которые придут ко Господу, уже приготовил для того, чтобы они в скором времени стали апостолами. Но этот день мы называем память усекновения главы Иоанна Притечи. Казалось бы, дорогие братья и сестры, некий парадокс. Человека умертвили. Человек принял кончину мученищу, когда надо бы и плакать, надо бы и рыдать. Но вот это в том-то и дело, что слово «празнуем», оно означает «праздновать», то есть ничего не делать. А ничего не делать человек может лишь по двум причинам. Либо от большой радости, когда человеку переполняет любовь и благодать Божия действует в нем, либо когда человека опускаются руки. И потому в этот день установлен пост, пост строгий, чтобы почтить человека, пророка Божия Иоанна, который вместе с множеством людей, которые со времен Господа были мучимы, умирали в одиночестве, умирали в темницах, почтить память всех этих людей. Мы вспомним в этот день еще и о тех людях, которые положили живот на поле брани. Также, дорогие братья и сестры, в этот воскресный приближающийся к нам день мы чествуем Владимирский образ иконы Божьей Матери. Этот образ был по преданию написан самим евангелистом Лукой. Но вот именно тот икону, которую писал святой евангелист, до нас не дошла, а сохранился древнейший список с нее, который в V веке из Иерусалима попал в Константинополь, а затем в XII веке он попал на Святую Русь. Князь Андрей Боголюбский, как дар своему отцу, перевез эту икону во Владимир, где она и получила нынешнее название. Во времена нашествия хана Тамерлана эту икону для хранения перевезли в Москву. И вот удивительно, войска, врага, пустоша и все на своем пути, без каких-то видимых причин, природных причин, хотя имели мощь и возможность, останавливаются неподалеку от Москвы, разворачиваются вспять и идут домой. Вот это событие люди восприняли как заступничество Божьей Матери. И теперь сама Божья Матерь и пророк, предтечий Господень Иоанн, предстоя перед Престолом Божиим, услышат наши мольбы, услышат наши просьбы и не оставит нас в заступничестве, если мы придем с вами, дорогие братья и сестры, в эти дни в Святой Храм, чтобы почтить их память, чтобы приобщиться той радости и к той жизни, которой нет болезни, нет печали, но есть дыхание Господне и жизнь бесконечная. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и Неликой Своего веки веков. Аминь. Веков Аминь. 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 Аминь.